Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о новом виде жульничества, которое с 1 июля коснется каждого москвича. Москвичи начнут получать новые платежки со скрытым налогом, обязательными взносами в фонд капитального ремонта. И вот эта вот проблема, новая схема мошенничества, вызывает большие вопросы. Один из вопросов вот такой вот вырос на проспекте Буденова. Посмотрите, вот здесь стоят три абсолютно одинаковых кирпичных дома, которые построены одновременно в 1953 году. Все три дома были включены в 1912 году в программу капитального ремонта. Два дома успели отремонтировать. Посмотрите, это хорошо видно. Отремонтировали фасады, отремонтировали окна, балконы, отремонтировали системы отопления, водоснабжения, электрику, отремонтировали крыши и подвалы. А третий дом, в котором как раз я прожила много лет, денег не хватило. Видимо, нашли им лучшее применение. Жители вот этих вот домов, отремонтированных, они будут платить за капремонт. А за что они будут платить? Им ремонт только что сделали. Им ремонт абсолютно не нужен. А вот жители того дома, который не отремонтировали, они тоже будут платить. Но ведь государство обязалось уже им сделать ремонт, но не сделало. Ведь жители и тех домов, которые отремонтировали, и вот этого дома, в котором ремонт не сделали, но обещали, с 1953 года платили исправно за капремонт. То есть в 60 лет они платили деньги. Где эти деньги? Почему жители находятся в столь неравном положении? И еще возникает вопрос с жителями вновь построенных домов. Им капремонт совершенно не нужен. Еще у них гарантия не кончилась. Их что, дома так построили, что уже необходим капремонт? И вот именно об этих чудесах мы и поговорим. Мы платили за амортизацию наших жилых домов с послевоенного времени. А участники всяких жактов и прочих кооперативов еще до войны. Куда делись деньги? Здесь я должна сразу пояснить трудящимся. Деньги эти с самого начала ни на какой капремонт не распределялись. Они шли в общий котел. И в основном на этих деньгах и на всех остальных мы строили ракеты и перекрывали Енисей. Вот об этих деньгах, то есть до начала 90-х годов нам, увы, следует забыть. Их след простыл. То есть они растворились в народном хозяйстве. Затем новые правительства в начале 90-х озаботились тем, что вообще говоря, прежде чем граждане приватизируют квартиры, неплохо бы эти самые дома отремонтировать. Отремонтировать. И тогда был издан соответствующий закон, и в нем была, о приватизации, в нем была статья 16, которая говорила, что бывший наимодатель, то есть правительство Российской Федерации, субъектов, муниципальные и так далее, должны отремонтировать жилье граждан, общее имущество их, и потом уже будем разбираться. То есть граждане будут участвовать в этом капитальном ремонте. Это решение практически не исполнено. В силу чего? Во-первых, об этом говорят крайне мало. У Бориса Николаевича Ельцина и его правительства реальных данных о количестве жилых домов, нуждающихся в капитальном ремонте, на момент издания закона не было. Они представляли, и об этом несколько раз говорилось в позапрошлом году, что это 10-15% от жилого фонда. Реальность же, возможно, была таковой, но однако наступила эпоха, замечательно называющаяся недоремонта. То есть после издания вот этого закона всякий ремонт толком капитальный прекратился. И это прекращение изумительное длилось практически до, реально, если честно говорить, то до 2003-2007 года. И вот в 2003 году впервые озаботились, потом в 2007 появился фонд реформирования ЖКХ с разделом капремонта. и появились государственные программы жилища, где тоже был государственный, простите, капитальный ремонт. Денег было выделено, например, на фонд реформирования ЖКХ немерено. Разговор идет о 400, на самом деле, 70 миллиардов рублей в целом. Государство немножко поучаствовало. Ну вот, за эти баснословные деньги было отремонтировано 8,4%. Нуждалось, согласно данным Росстата, 285 миллионов квадратных метров в ремонте, а сделано было 45 миллионов. Вот это по отчетности. Здесь следует учесть, что огромное количество домов было выведено из состава ветхого, аварийного и нуждающегося в капитальном ремонте фонда путем махинации местной власти. Например, это блестяще сделал товарищ Лужков, о котором тут очень часто рыдают москвичи. Он просто степень износа зданий уменьшил многократно. Когда стало понятно, что делать капитальный ремонт, может быть, и хочется, да не можется, потому что уничтожена была строительно-архитектурная наука, выкинуты на помойку строительные ПТУ, которые учили ремонтом. И строительному лобби капитальный ремонт был совершенно не нужен. Это вам не лепить дома по проектам 70-х годов в миллионах квадратных метров, да еще плохо. Это тонкая, переборчивая, требующая большой квалификации. И вообще, я должна сказать, любви к делу, работа. Поэтому строительное лобби протолкнуло в жилищный кодекс изменения в середине 2012 года, по которому теперь все граждане Российской Федерации должны платить за капитальный ремонт, в том числе и неисполненный, в том числе и лживо записанный, занесенный в аналы власти из своего кармана. Причем уже тогда докладчица госпожа Николаева сообщила, что за капремонт обдирают уже 67 регионов. Еще закона нет, уже обдираем. И ничего. И платили. И вот сейчас эта напасть ждет москвичей. Качество раздела 9, капитальном ремонте жилищного кодекса, можно характеризовать двумя словами. Это юридическая помойка. Согласно вот этому опусу у нас есть огромный выбор из двух направлений. Отдать деньги фонду регионального фонду капитального ремонта конкретного региона, в данном случае Москвы, и завести такой фонд капитального ремонта на свой дом. Это нужно делать общим собранием собственников. Этот вопрос вообще решают собственники. В абсолютном большинстве домов не только Москвы, я скажу, страны никаких таких собраний не было. Между тем, если граждане так и не собрались своими деньгами распорядиться, местные власти обязаны были провести это собрание в каждом доме. Ну, у нас скромно в Москве 42 тысячи домов. В план капремонта почему-то попало 32 тысячи. Куда дели 11? Там около 11. Загадка века. Но я думаю, что это дворцы и вводимые в строй. Да, хочу сообщить всем, кто интересуется. Ни господин Якунин, ни господин Ротенберг, ни другие господа в фонд капитального ремонта не положат ни копейки, потому что это не многоквартирные дома. Их дворцы о 100 комнатах это частное жилье. Оно не входит в этот самый фонд. Так как у них один владелец обычно бегает из комнаты в комнату. Общее собрание власть подделывает эти протоколы. Но это последнее, что может интересовать сегодня гражданина. Фонд дома это неизвестная юридическая конструкция. Многоквартирный дом если приглядеться не живой. Не знаю, кто писал, подозревает об этом или нет, но я ему предлагаю пощупать свой дом. это вещь, может быть, главная вещь. Но он не физическое и не юридическое лицо. Поэтому открыть, учредить фонд могут только собственники. Но открыть специальный счет тоже никто не знает, что это такое. В банке дом не может. Собственники, допустим, у вас 98 квартир, 98 собственников не могут открыть. Такой формы банк не знает. 98 вкладов что ли? Это не вклады, это фонд. То есть написано, что через управляющие организации. И тут интересная особенность. Такая же, как и в фонде общемосковском капитального ремонта. Пока вы делаете взносы в фонд капитального ремонта непонятно куда и как, вы собственники этих денег. как только вы учреждаете фонд капитального ремонта своего дома и через управляющую организацию пытаетесь запихнуть эти деньги в банк, который, кстати, тоже в гробе видал ваши деньги, потому что Центральный Банк России не дал никаких разъяснений по этому поводу, эти деньги перестают быть вашей собственностью и становятся собственностью управляющей компании. Почему? Потому что управляющая организация имеет один расчетный счет. ГБУ жилищник, если у нас такой раковый нарост, имеет аж три счета, доносит до нас. И все они расчетные. Но владельцам, и владельцам, и распорядителям расчетного счета является тот, кто его открыл. Значит, мы отдаем свои деньги хорошо известным своим кристальной честностью, да собрассовенностью в исполнении обязательств управляющим организациям нашей страны. Замечательный выбор. Другой выбор. Фонд капитального ремонта города Москвы в лице, я обожаю эти, регионального оператора. Замечательно. Значит, согласно закону, деньги это общий котел там. Этот самый фонд может замешивать из них супы любой густоты и раздавать желающим домам ваши деньги. То есть, вы, будучи владельцем счета, распоряжаться им не можете. Фонд берет на себя якобы функции заказчика, технического заказчика, генподрядчика, субподрядчика, однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это финансовый оператор. А вообще, говоря, по существу операций всего-навсего финансовый посредник. Никаких механизмов контроля, кроме анекдотических, медведевских, простите за резкость, придумок общественного контроля. Общественный контроль граждан. Есть такой закон. Ни о чем. Какие-то общественные... В Москве есть такая, уже объявила несколько каких-то некоммерческих организаций, которых я никогда не видела. На поле битвы за интересы граждан в судах, в прокуратуре или где-то объявили, что они будут защищать наши права. Я не собираюсь никому поручать защиту своих интересов. И я не понимаю, почему какая-то конторка, называющая себя общественный контроль, и каким образом будет защищать интересы 32 тысяч многоквартирных домов или 3 миллионов 302 тысяч собственников, ну, в данном случае нанимателей отбросим, пусть их даже будет миллион, 2 миллионов собственников города Москвы. Я на сегодня могу сказать, что в этот фонд нельзя отдавать деньги хотя бы потому, что он ни с кем не заключил ни одного договора. А по закону он обязан заключить с каждым собственником этот самый договор, где будут написаны условия, на которых мы ему эти деньги передаем и его ответственность. И это первая часть проблемы. И вторая. А кому нужны капремонты через 30 лет? Технически и технологически это безграмотно, просто до изумления. И совершенно ясно, что вся эта затея осуществляется с одной целью. Деньги и в кусты. Если вы получите единый платежный документ в этот самый допустим в конце июля месяца за с 1 июля начинают этот расчет. Ну тут веер возможности. Выкиньте его в ведро. Потому что это глубоко незаконная запись. Дело в том, что никакие МФЦ, никакие ЕГРЦ и прочие ЦСЦ, бухи ЦЦ, которые зазвел господин Собянин, не имеют права ничего вносить в ваш единый платежный документ. Фонд капитального ремонта Москвы обязан в соответствии с законодательством выслать вам персональную отдельную квитанцию. И никакие распоряжения малограмотного господина Собянина и господина Бирюкова не могут отменить главенство федерального закона над их котелками. Это первое. Нет квитанции от фонда, нет договора, нет платежа. Старое юридическое присловие. Нет договора, нет разговора. Это денежные отношения, поэтому без договора они не решаются, не оформляются. Если это получится ЕПД, ну вот пришло из управляющей организации, необходимо написать товарищем заявление и в МФЦ Москвы, единственный орган, который имеет право это вносить туда, но не имеет при этом права, так сказать, что вы требуете, чтобы они запись эту исключили, это можно сделать и сейчас, иначе вы будете их преследовать в гражданском и ином порядке. Поясняю, вот эти фонды МФЦ созданы согласно федеральному законодательству, они имеют право обслуживать только внебюджетные государственные фонды. Фонд капитального ремонта города Москвы не является внебюджетным государственным фондом, а является некоммерческой унитарной организацией, это его юридический статус. Внебюджетные государственные фонды у нас их целых три. Это пенсионный, фонд обязательного медицинского страхования и соц. страх. На этом права МФЦ исчерпаны. Более того, МФЦ Москвы имеет право заключать соглашение о том, чтобы что-то вносить, рассчитывать и так далее, только с федеральными органами. А мы не федеральный орган. Постановление правительства Москвы не федеральный закон, и правительство Москвы не федеральный орган. То есть это все произвол и наглость. Другого слова я подобрать не могу. Если вы не согласны с платежом вообще, как таковым, юридическая практика судебная давно выработала рекомендации. Вы берете ручку, чистый лист бумаги и русским языком пишете в свою управляющую организацию о том, что настоящим извещаю вас, что платить не намерен и запрещаю вам давать распоряжение МФЦ города Москвы о начислении мне этих платежей. Это один вариант. Есть и другие варианты. В моих вебинарах об этом сказано. И материалы по вебинарам, в том числе письменные рекомендации, вот сейчас уже будут нами выложены в YouTube и на сайт. По поводу пени. Фонды капитального ремонта не имеют права начислять пени по определению, потому что фонд – это добровольная организация, которая получает пожертвования, например, от граждан. Какие пени на пожертвования, я что-то не поняла. Им не нравится, что я дала тысячу, они хотят 10 тысяч, что ли? Первое. Второе. Пеня – это такого рода механизм, который наказывает контрагента за то, что он не оплатил реальные услуги или работы. Пеня – штрафные санкции. И эти штрафные санкции всегда за реальность, а не за фантазии о капитальном ремонте в 2033 году. Когда будет проденут капремонт в 1933 году или в 1921 и гражданин откажется его оплачивать, причем это будет юридический факт, а не фантазии, тогда да, но не фонд капремонта, некому начислять пенни. Поэтому вопрос о пенних это опять к тому, что это юридическая помойка. Люди слышали звон, да не знают, где он, и запихали туда всевозможные страшилки и пугалки. Это по поводу пенни. Если вы получили единый платежный документ, где у вас стоит стоимость капитального ремонта, платеж вам меняется, вы в пустогравку высчитываете из этого общего, из и того, высчитываете эту сумму и прописываете в пустогравке, это такие квадратики пустые наверху, свою сумму идете в ближайший пункт, где принимают не глядя, то есть в ряд таких очень много пунктов в Москве, и оплачиваете. Тут есть другая угроза. 354 поставление правила оплаты коммунальных услуг дают право исполнителю, то есть управляющей организации, если ты какую-то коммунальную услугу не оплатил, это долг размазывать на все услуги, это глубоко противозаконно, но не дай бог они это будут делать, скажу вам почему, капитальный ремонт не коммунальная услуга, а правила у нас предоставления не жилищных, чем является капитальный ремонт, а коммунальных, газ, вода, свет, тепло, услуг. Так что это действие будет глубоко незаконно, более того, это присвоение. Я думаю, что пора вообще нам осознать, что это наши деньги, наши права и чувство наше собственное достоинство. Невозможно дальше жить и покоряться таким авантюрным, бесстыдным законодательным уложением. Если в сталинские времена был трехпроцентный заем, он был принудительным, так он хотя бы назывался на восстановление народного хозяйства. Говорить о том, что капремонт не нужен, я не собираюсь. Но я хочу сказать, не то Федот, да не тот. Платить за это мы не должны. До тех пор, пока законодатель не переделает этот ремонт, этот раздел в соответствии со здравым смыслом и нашими гражданскими правами и законными интересами. я не плачу и призываю вас не платить. И главное, не бояться. Пол страны не платит. Москва не глупее Хабаровского края. Я призываю в первую очередь москвичей показать пример и поддержать неплательщиков всей страны. Сначала закон, потом деньги. После такого грамотного юридического анализа этой проблемы давайте вернемся к той истории, которую мы снимали в самом начале в анонсе этой программы. Я вам показывала дома на проспекте Буденова, три совершенно одинаковых дома, два из которых отремонтировали капитально, а один нет. И буквально на следующий день после съемки именно этот дом, который не ремонтировался, залило водой. Произошла авария на системе холодного водоснабжения. Вот посмотрите, что произошло с мощнейшими стенами этого дома. Теперь эта стена вся промокла, до осени она не просохнет, появится грибок, жители не будут бегать по судам годами. Вот результат того, что город не исполнил свои обязанности по ремонту этих домов. Я думаю, что вот эта картинка этого дома это как раз прекрасная иллюстрация к призыву считать деньги в своих кошельках.